Всем доброго времени суток! Всем привет! Сегодня приготовим очень интересное и вкусное блюдо, главное из самых простых продуктов. Давайте приготовим! Для наших блинчиков я взяла яйца 6 штук, чайную ложечку соли 10 грамм, 2 пакетика ванильного сахара это 20 грамм. Готовим двойную порцию блинов, самые мои любимые вкусные блины. Сахар 2 ложки всего, можете не класть сахар, у меня будет блинчики сладенькие, слегка-слегка, вот 2 ложки всего 50 грамм. Размешиваю, отлично, молоко у меня на весах я взвесил ровно килограмм, ну или литр берете молока. Я вливаю половину молока в яйца, чуть-чуть меньше, может половинки оставлю, примерно половину моста или в сотейнике, половину мы влили в яйца. В молоко отправляю 60 грамм сливочного масла и отправляю на плиту, дадим это все закипеть, просто доведем до кипения. Ставлю на плиту, включаю и следим, особо никуда далеко не уходим, нам надо помешивать, чтобы молоко не пригорело. Пока молоко закипает, отправляем муку. Муки у меня 400 грамм. Вот так, сейчас молочко закипит и мы заварим все это кипяченым молочком. Можно 50 на 50 взять, например, молока и воды, но мы делаем для себя, готовим. Вместо сливочного масла можете взять растительное масло. Я повторяю, готовим для себя, поэтому я сливочное масло в тесто добавлю и смазывать буду сливочным маслом. Все размешиваем хорошо, чтобы не было комочков. Итак, тесто размешали. Беру пол чайной ложечки соды, выкладываю сверху, сейчас мы горячим молочком все это зальем. Таким образом мы погасим и соду, и тесто заварим. Молочко закипело, убираю с огня и вливаю сразу в тесто. Вот так вот раз-раз-раз-раз. Замесили, заварили тесто. Тесто готово, дадим ему постоять минут 15-20 хотя бы. И начнем жать наши блинчики. Конечно же, для смазывания нам потребуется сливочное масло. У меня прошло минут 20. Тесто отдохнуло. Достаточно. Ставим в сковородке, у меня их две. Можно жать на двух сковородах. Включаю на всю, разогреваю. У меня чугунная одна, моя любимая. Вот такое тесто должно получиться. Укапаем масло, прям капельку. Беру бумажное полотенце, либо салфетку. Для первого блинчика смазываем, сковородку вот так вот протираем. Я вытираю вот так, протерла и вытираю. Подготовили сковородку больше, смазывать не нужно. Ставлю удобно чашку с тестом, подготавливаю тарелку и начинаю готовить. Все, у нас сковородка прям дымит, отлично. Набираю тесто, пол полоника или полоника, сколько там надо вам. И быстро вот таким вот образом разливаю. Первое наливаю чуть толще, чтобы там убедиться, что все хорошо. И готовим блинчики. Хватаемся и переворачиваем. Отлично. Конфорку можно чуть-чуть убавить, я убавлю на 12. Все, первый блинчик готов. Убираю на тарелочку и жарю следующий. Размешиваем тесто, набираем и разливаем. Отлично. Готовится очень быстро, поэтому тут надо все в темпе делать. Беру сливочное масло, кладу на блинчик и смазываю. Не жалеем масло. Отлично. Контролируем и так далее. Оператор не успевает. Набираем, разливаем. Хоп. Сразу раз, раз. Хоп. Вот так. Контролируйте, чтобы были красивые блины. Там жарится, тут у нас смазывается. Там жарится, тут смазывается. Все конвейером. У меня, как видите, буквально по 10 секунд все получается. Даже оператор не успевает. Оператор не успевает, да, Игорь? Не успевает. Блины что-то быстро жарятся. Да, очень быстро жарятся, поэтому дальше. У меня сковородка чуть-чуть убавлена, комфорка вернее, на 12. Вы уже смотрите сами по своей комфорке. Готовим. Тут смазываем, тут смазываем, смазываем. Ай, красота. Не отходя от кассы, уголок подделить, сразу переворачиваем. Все, сковородочка наладилась, все успеваем в темпе. Вот так. И так я готовлю все блины, не поверите. Полчаса, и у меня гора блинчиков. Да, Игорь? Ой, да. Смазываем хорошо. Наливаю быстренько тесто. Вот так. И так готовы все блинчики. Готовьте, пробуйте. Рецепт, как всегда, под видео в описании. Также под видео есть ссылочка на наш семейный канал, на канал Галина Кухня Лайф. Заходите и подписывайтесь. Беру и переворачиваю. Жду буквально 5 секунд. Всего же, за блины мне по 10 секунд. Отлично. Я их не пересушиваю и не пережариваю. Главное, их не делать и сильно темными, чтобы блинчики были красивые и вкусные, чтобы были. Ай, красота. Далеко не отходим отказ. Сразу тут раз. И переворачиваем. Хоп. Реально по 10 секунд жать. Да, да, да. Без монтажа. И перевернули. Вот они наши блинчики. Я даже успеваю положить масло, а потом только блинчик на сковородку наливаю, чтобы успеть перевернуть его. Иначе пока я тут отвернусь, блинчик сгорит. А так и тем временем сковородочка еще подогревается и блинчик получается готовится очень быстро. Готовьте, пробуйте. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые пожелания. И хочу показать вам секрет ажурных блинчиков. Теперь смотрите, разогреваем сковородку так, чтобы дымило. Секрет в том, что если сковородку сильно разогреете, вот у вас и будет. Чем горячее сковородка, тем ажурнее блинчик получится. Вот смотрите, прям дымит сковородка, да. Набираю тесто. Жду, жду. А теперь разливаю. Вот и ажурный блинчик. Что, Игорь, будет делать сейчас? Вы никогда не догадаетесь. А, блинчики кушать будет. Ай-яй-яй-яй. О чем? Да. Это секретное. Да, да, да. А с чем ты будешь кушать? С чем я буду? С зрущеночкой? Я налил себе зрущеночкой. Погоди, я налил. Я долил. Тут дети уже ели. Ага. Ну да, дети у нас уже съели по пять штучек. Огромная стопка блинчиков получается. И быстро, полчаса, да, Игорь? Пошли. Смотри, какая вилка. Оп-оп. Видела? Ой, прямо в масле тают, да? Да. Чем-то не останавливается, вибрирует. Я люблю, я не знаю, кто как любит, я люблю вот так. Ммм, нежные вообще во рту тают, да? И еще вода. А, я сгущенку вообще зря налил. Да? Их, блин, без сгущенки можно... Они в масле тают. Ну, это харю треснет однозначно от этого. Ромочка, спасибо большое за рецепт. Роза, пока у вас. Спасибо. Всем пока. Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Не забываем включить колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok